К сожалению, сегодня проиграли, хотя особых претензий нету. Две грубейшие ошибки, которые повлияли на исход матча, но, в принципе, одна и та же проблема. Создаем моменты, не реализовывая. Что касается по качеству игры, конечно, превзошли соперника по всем компонентам, но, к сожалению, в футболе, если ты не забиваешь, тяжело выиграть. Ну, что осталось? Осталось шесть игр, надо подготовиться достойно и на более высоком уровне, наверное, с более высшей концентрацией и более ответственно подойти и сыграть эти шесть игр чемпионата. Слава Лошинова, а что си таки, что хато хамадам, потому что все трое были травмированы, и я уже откровенно рисковал. Это все игроки основного состава, стартового состава. К сожалению, все трое были травмированы до игры. Ну, что уже пришлось рисковать, потому что хоть матч складывался не в нашу пользу, нужно было что-то менять. Да, они вышли, как видели, а Сад Саберджан до конца даже не доиграл, потому что усугубилась его травма, вынужден был его менять. А как двигался Марушич и Балтабаев в конце игры, ну, только я видел. Наверное, болельщикам это не совсем было видно. К сожалению, да так. Это игроки старта, они были травмированы, поэтому вынужден был уже какие-то изменения носить. По большому счету мы не можем подстраиваться под тактику. Сегодня они играли немножко по-другому. Для нас это не стало открытием, потому что мы видели контрольную игру последнюю, они также играли в четыре защитника. Я же говорю, по качеству игры, по большому счету, таких претензий к игрокам не имею. Но что касается грубейших ошибок, первый гол, например, потери концентрации, просто дали подарили гол. Мы сами виноваты. Никак не тактика, ни какие-то действия соперника. Хотя нужно отметить, сегодня Бунеткор тоже играл хорошо. При всем том, что это молодые ребята, и очень много футболистов сегодня было новых, которых мы увидели. Надо отдать должным Бунеткор тоже. Действительно, где бы я ни работал, только ставлю высокие задачи. Поэтому вопрос, способны ли все играть под таким давлением, тем более на Мангане. К сожалению, есть моменты, когда откровенные голевые моменты создаются, а под каким-то давлением мы не реализуем. В каждой игре мы можем заведомо заканчивать, в том числе и сегодня, забей все наши созданные голевые моменты, к сожалению, не реализовывая. Это и есть определенное давление. Что касается меня, я уже под таким стрессом работал, что для меня это не новость. Но, к сожалению, некоторые футболисты, вот эта ответственность, вот эта жажда борьбы, жажда победы, к сожалению, иногда и есть перекос. Поэтому не реализовываем, поэтому создаем такую нервозность. Ну и сегодня в том числе. Спасибо. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Казак. Казак. Ув-сизун. Казак. В течение двух сезонов. Казак и эндочеки. В течение двух сезонов было восстановление. Более. Так что. Сол. Его не дамил. Сол. Бо можно. Понимаете, как они сел. От Киан Уэйн это тактический, тактическая была. Сегодня он просто был травмирован. Я же говорю, я просто рисковал уже. Не было выхода, нужно было что-то менять. Вот поэтому он вышел. Марушев основной игрок и основной наш нападающий. Ротации искусственно не должно быть. Чтобы делать ротацию, соответственно, кто выходит, они должны тоже соответствовать уровню. Сегодня Новобахор ставит высокие цели. А искусственной ротации не можно. Просто ради слова ротации или кому-то показаться хорошим. У нас достаточно. Мы делаем ротации, как вы видели. Рано или поздно те или иные футболисты, например, Собирджанов. Он был игрок глубокого запаса в первом круге. Сегодня это основная игра. Поэтому ротация есть, дело не в этом. Есть механические травмы, но, к сожалению, есть и мышечные. Разбираемся, почему это так. Работа. Работа.